Мультфильмы Мультфильмы это то, что сопровождает любого современного ребенка с самого его рождения. Они красочны, разнообразны, интересны и показывают примерно миллиардов детей по всему миру. Героями большинства мультфильмов являются различные вымышленные антропоморфные животные. И принято думать, что различных зверюшек в качестве мультперсонажей поляризовал Уолт Дисней, создавший такого запоминающегося персонажа, как Микки Маус. Но ведь еще задолго до него студия Пэта Салливана создала одного персонажа, который был чрезвычайно популярным еще во времена немого кино. И имя ему... Коуд Феликс. Пока ты тут проникновенно вещаешь, я все вот уже в интернетах без тебя нашел. Ну да. Зато теперь ты знаешь, про что я хочу рассказать сегодня. В конце концов, в игру про Кота Феликса играли в детстве практически все, а вот историю такого славного персонажа, который, между прочим, еще до Микки Мауса появился, никто не знает. Ведь первый мультфильм с участием этого персонажа появился еще аж в 1919 году. И тогда мультфильмы про Кота Феликса были крайне психоделичными. В принципе, самого образ того времени можно считать мультяшным воплощением Чарли Чаплина. Феликс тоже очень сильно отличался от всех второстепенных персонажей и попадал примерно в те же самые ситуации, что и Чаплин в своих фильмах. Между тем есть мультик, в котором Феликс встречает Чаплина. Называется он «Феликс in Hollywood». Правда потом, с появлением звукового кино и диснеевских мультиков, этот персонаж, конечно, отошел на второй план. Но, тем не менее, в 50-х годах персонаж переродился в привычном нам всем виде. И с его участием было выпущено большое количество короткометражных серий, которые в психоделичности не уступали оригинальным мнимым сериям. Закончил? Вроде да. Ну вот и отлично. Все теперь про кота Феликса все знают, хотя по-хорошему до этого всем было все прекрасно известно. Потому что у нас сериал показывали, полнометражка в России выходила. Нет, то есть это все, конечно, довольно позднее творение, учитывая то, сколько ему там лет. Но, тем не менее. Допустим, про сериал я сам знал, я его в детстве смотрел. А вот с полнометражки ты меня даже как-то прям удивил. Знаешь, возможно, даже лучше, что ты ее не видел, потому что... Ну, не знаю, конечно, на вкус и цвет, но... Вообще, из всех анимационных творений про кота Феликса остановиться мне бы хотелось именно на этом полнометражном фильме 89-го года. Называется он, не поверите, Феликс the Cat the Movie. Весь абсурд происходящего в этом фильме очень хорошо отражает общую картину происходящего в сериале. События мувика разворачиваются в параллельной реальности, в королевстве Ариана. Правит королевством молодая блондинка принцесса Ариана. Принцесса своей глупостью и чрезмерной добротой довела королевство до кризиса. Отменила налоги, распустила всю армию и раздает всем зарплаты направо-налево. Год был благоприятным. Почему бы не дать людям больше денег? Однако, недолго музыка играла. На беззащитное королевство нападает армия... Ммм... Да-да, шутки это неотъемлемая часть нашей развеселой и добродушной программы. Короче говоря, дальше злые цилиндры воруют принцессу, которая пытается добежать до телепорта в другой мир. Пока обрыкающуюся женщину под белой рученьки утаскивают в дыру в стене, она успевает проронить слезу. И хоть и поговаривают в народе, что принцесски не какают, слезы у них, однако, волшебные и способны передавать в себе данные. Волшебная слеза включает телепорт, который тут называется странным словом деменспортер, а в нашем чудесном переводе, следовательно, излепорт. Слеза прыгает по кнопочкам в нужном порядке, потом дергает за рубильник, несколько раз меняет цвет и попадает в другой мир, коту Феликсу. Слеза рассказывает Феликсу о том, что сделал злой герцог с добродушной принцессой, и Феликс, конечно же, спешит на помощь. Ладно, хватит про сюжет, а то, ну, мало ли, вдруг кому-то это посмотреть захочется. Ну, погоди, дай я хоть самые глупые моменты-то покажу. К примеру, в мультике есть целая одна песня. Причем она тут настолько ни к селу, ни к городу, что факт ее наличия вообще сильно удивляет. Хочешь обхитрить меня, но поверь мне, ты не знаешь, с кем в хитрилки ты играешь. Будешь умничать? Смотри. Сама себя не обхитри. Ну и, конечно же, не могу не поделиться с вами чудесным моментом. Мы можем пройти через этот волосяной лес? Нет, но у нас нет выбора. Да, может, даже хорошо, что этот мультик не видел. В конце концов, для меня Феликс остается таким более видеоигровым персонажем. Не, ну я, конечно, сериал смотрел в детстве тоже, но это было после того, как я поиграл в игру, и даже после игры мне мультик-то не запомнился особо ничем. Ну тогда давай игру включай, раз уж про мультик рассказал все, что можно. У тебя она опять на желтом картридже, не бойся? О, не, в этот раз все еще более запущено, она у меня на микросхемке выглядит. Вот, сам тогда и вставляй. Я в прошлый раз уже вставил твой Чип и Дейл пальцы и до края не проколол. Собственно, игра вышла по меркам Несса достаточно поздно, в 1992 году. Народ в капиталистических странах уже выпрашивал у родителей Супер Нинтендо, ну или Мегадрайв. У нас же только-только пал режим и появилась Дэнди. Так что для нас дата выхода игры может сказать только о том, что игра поздняя, а значит заставляет работать консоль на полную. Ну, в принципе, это все заметно. Картинка у игры очень сочная, анимация плавная. И вообще, эта игра почему-то мне Кирби напоминает. Ну, я надеюсь, не сюжетом. Хотя, он тут, как и в большинстве игр по мультикам, довольно примитивен. Злой профессор похищает у Феликса его подружку Китти. И постоянно названивает Феликсу между мирами с новыми угрозами. Ну, а Феликс в ответ на эти звонки хватает свою волшебную сумку и бежит на помощь. Вообще, немного странно то, что он после прохождения каждого мира оказывается снова у себя дома. Хотя еще в самом начале он отправляется спасать любовь всей своей жизни. И сумка, кстати, еще в мультиках была. Да это я помню. Кстати, в мультике сумка могла превращаться во что угодно. А вот здесь количество ее метаморфоз ограничено. Зато все они помогают нашему герою прокладывать себе путь к победе сквозь толпы кавайных шушпанчиков. Ну, я просто не знаю, как иначе назвать большинство врагов, встречающихся в игре. А, ну да, точно. Тут же нужно сердечки собирать. С каждым собранным сердечком прокачивается возможность сумки. Да и то это состояние надо постоянно поддерживать бутылками молока. А иначе скатишься на предыдущий уровень сумки. Но их же всего четыре. Ну, четыре это только в наземном мире. А тут же есть еще и воздушные уровни, и подводные, и, что самое забавное, наводные уровни. Ээээ, какие? Ну, такие. В этих уровнях нужно плавать на надувной лодке, которая может превращаться в дельфинчика, стреляющего шариком. А в остальных? За все время игры сумка может превращаться в одноколесную машинку, воздушный шар, самолет, танк, черепаху, подводную лодку и даже в космический корабль. Для одной игры весьма неплохо, да? Да, действительно неплохо. И локаций, я смотрю, немало. Тут нам и полянки с лесами, и египетские пирамиды с тропическими морями, Антарктида и даже космос. Да уж. Последний этап в космосе, кстати, не дает прокачать сумку в какой-нибудь там Стар Дестроя. Но при всем при этом, сердечки, поддерживающие сумку в состоянии космического корабля, все-таки пропадают. И надо не только облетать астероиды и отстрелить НЛО, но и охотиться за монетками в надежде, что из них выпадут бутылки с молоком. Да, по сравнению с этим, финальный бой с боссом кажется довольно легким. Вот, наверное, и все про игру. А вот и не все. Ты, между прочим, довольно много забыл. Например, целую игру на геймбой. Тут, конечно, сказать особо нечего. На геймбое вышла упрощенная версия игры с NES. Но так это в порядке вещей. Многие игры портировали на геймбое, делая просто упрощенную черно-белую версию старшей игры. А поскольку объем картриджа для геймбоя меньше, то целиком эти игры почти никогда не портировались. Тут мы имеем то же самое. Вместо девяти миров у нас только шесть. Причем все метаморфозы из оригинальной игры сохранены. Впрочем, как и сюжет. Геймплей, уровни и боссы. Но по тем временам этого было более чем достаточно, чтобы порадовать владельца геймбоя. Да, выйдя подобная игра на какую-нибудь современную консоль, то ее урезанный порт был бы на PSP. Ой, да ладно тебе. На PSP есть много хороших, отличных и интересных игр. Так, о чем я еще забыл? О Пикачу. Что? Какой Пикачу? Причем здесь вообще Пикачу? Как кот Феликс связан с покемонами? А вот так и связан. Твоими вот этими желтыми пиратскими картриджами связан. И творчеством усталых китайских крестьян-программистов. Которые, между прочим, из кота Феликса сделали мне Пикачу. Причем не раз, а два раза. Однажды в детстве, во время покемон-бума, мы с другом попались на эту китайскую удочку. И купили себе покемон Йеллоу на Денде. Надо сказать, были сильно раздосадованы тем, что в итоге увидели. Сами по себе игры, покемон Йеллоу и покемон 2000, отличаются друг от друга только тем, что Пикачу здесь рисовали разные художники. И поэтому они немного по-разному выглядят. Ну, и еще в покемон 2000 Пикачу желтее, нежели в покемон Йеллоу. Как ни странно. Что автоматом вызывает дополнительный когнитивный диссонанс у человека, который может сравнивать эти хаки. Радует только, что, как и в большинстве других хаков, перерисованы тут только главный герой, информационный экранчик внизу и монетки, которые мы собираем, чтобы прокачивать нашего Пикачу. А в остальном, это тот же самый кот Феликс. Играть в этот хак вполне можно. Правда, при наличии оригинальной игры, смысла в этих хаках нет никакого. Вот, видишь, как бывает. Был черно-белый кот. Китайские франкенштейны взяли и перерисовали его в желтого покемона. Слава богу, хотя бы на этом история этой игры закончилась. Ну, кстати, не совсем. Вот ты мне сейчас рассказал про хаки, и мне вспомнилось то, что я в детстве встречал еще одну игру с названием Феликс the Cat. Ну, и она как раз была про нашего героя, но ее тоже делали китайцы. То есть они взяли очередной рандомный платформер и просто впендюрили туда кота Феликса. Не совсем. Эта игра была написана программистами с нуля. Ну, как, например, Squirrel King, который мы рассматривали, когда говорили про Чика и Дейла. Вот и здесь мы имеем платформер, выпущенный китайской компанией Dragon Core в 1998 году. Как и большинство полностью китайских игр, это отличается довольно сильными тормозами, поскольку игру эту под железо фомиклонов никто не оптимизировал. Еще в разряд проблем стоит записать неотзывчивое управление и абсолютно ужасную музыку. Всем этим грешит большинство игр-бутлегов, поэтому даже не стоит удивляться. В остальном же мы имеем типичный платформер, и в данном случае даже не самый плохой. Китайским программистам удалось даже сохранить различные метаморфозы персонажа. И здесь они меняют тактику игры, наверное, даже сильнее, чем в оригинале. Так что, если пересилить тормоза и неотзывчивость управления, которая раздражает уже по второму уровню игры, то от нее даже можно получить удовольствие. Паш, вопрос на самом деле в другом. Зачем играть в такие игры, если есть нормальные, лицензионные? Незачем. Но для расширения кругозора вполне нормально. Не знаю, я лично предпочитаю расширять свой кругозор лицензионными играми. А вот этим всем себе мозг не засорять. Ведь я уже несколько раз, а точнее 17, говорил вам. Играйте в хорошие игры. А в плохие не играйте. Лучше смотрите плохие фильмы. Они смешные и не требуют никакого взаимодействия с вашей стороны. Ты хитра, как лиса. Хочешь обхитрить меня, но поверь мне, ты не знаешь, с кем в хитрилки ты играешь. Будешь умничать? Смотри. Сама себя не обхитри. Субтитры создавал DimaTorzok